МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Появляется много в прессе. И на наш сайт мы народную карту сделали. Вот вчера Песков сказал, что вот краудсорсинговые платформы, общение с народом. А мы создали это на нашем сайте еще год назад. А в этом году при поддержке правительства Москвы усилили вот эту народную карту на нашем сайте. Это карта, на которую может зайти любой человек, и Москвы, и, собственно, и всей России, кликнуть на любую кнопку и оставить информацию. Например, сказать, а в нашем городе есть компьютерные курсы или я в 70 лет сел на мотоцикл, или я там в 80 женился, или, так сказать, собираюсь там куда-то переехать. То есть это, по сути, народное общение по теме 50+, где каждый человек может оставить информацию и, более того, городские структуры. И властные тоже могут написать, естественно, о себе, что они делают, куда людям приходить. Так вот, что-то я как-то ушла далеко. Ну, раз вы уже ушли, может быть, не ответите на вопрос, почему вот этим проектом занимаются люди, которым нет 50? Вам же еще далеко, допустим, до 50. Вот как-то странно. А может быть, я уловила этот тренд. Я, кстати, когда начала этим заниматься, мне просто понравилась выставка. Мне просто понравилось то, что это действительно можно сделать подарок своим родителям в конечном итоге в одном как-то месте. И я просто понимаю, что тема старения, она волнует всех. И тут вне политических партий, вне, собственно, так сказать, возраста. Ну, так уж и всех она волнует. Нет, ну почему? Во всяком случае, волнует или не волнует, но стареть будут все, будем так говорить. Всегда есть выход, можно не стареть. Опять же, в душе. Значит, если говорить серьезно, мы действительно членом нашей команды, которая занимается проектом, ну, в основном, нет, конечно, 50. В основном у нас, хотя я, исходя из чистоты эксперимента, набираю в команду людей 50+. Наверное, крайне неохотно, как и все остальные работодатели. Нет, набираю это охотно, но на самом деле впечатления у меня тут есть тоже свои. Я понимаю работодателей, которые неохотно это делают. И тут как раз наша задача советовать и одним, и другим. Потому что и люди категории... И работодателям, и... И категория 50+, люди должны быть тоже более уступчивые. Говорят, под лежачий камень коньяк не течет. Поэтому тут нужно, на самом деле, больше себя проявлять. Я не понимаю, как можно быть более уступчивым. Вот вы знаете, допустим, что есть негласное распоряжение скорой помощи к пациентам старше, там, по-моему, 85, вообще не выезжать. Потому что... Я, на самом деле, не знаю таких. Но вы помните, вот у Булгакова собачье сердце. Пришла пациентка и говорит, ну, страшно сказать. Он говорит, сколько вам лет? Он говорит, страшно сказать. 45. То есть, на самом деле, действительно, сейчас все-таки критерии возраста смещаются. И все больше и больше люди понимают, что... Ну, что нам ждать? Хотя в этом году я вот хочу подойти к главному, потому что я не могу не похвалить, тем более на канале, принадлежащему московскому правительству, московское правительство, потому что, действительно, мне не пришлось даже долго стучать. Вот они уловили эту идею. Я в том году сделала полностью все сама. И, естественно, я принесла и показала, что у меня получилось. И как-то вот сразу же откликнулись все департаменты, и особенно департаменты социальной политики, и действительно меня поддержали. И в этом году... Вы же, наверное, не с улицы пришли. Вас, наверное, знакомы есть. Вы же давно в городе. Ну, причем здесь знакомы, Женя? Когда, в принципе, вкладываешь только сил, денег, и вот мы действительно создали, кто был у нас на первой выставке. А вы вкладывали много денег. А откуда, собственно, вы деньги брали? Свои собственные деньги. Вы свои собственные деньги, пожалуйста. И свои собственные вкладывала, да. И деньги партнеров. В том году я полностью сделала все на коммерческие деньги. Абсолютно все. И мне, кстати, очень приятно, что все мои друзья откликнулись. Потому что нами считается, что, ну, наверное, то, чем я занимаюсь... То есть бюджетных денег здесь нет? В том году не было. В этом году мы выиграли конкурс. И у нас, как бы, получается, софинансирование, так называемое. То есть то самое частное государственное партнерство, о котором много бывает. Очень мило. Значит, и в этом году у нас 10 московских департаментов принимают участие на нашей выставке. Что, собственно, делает ее уникальный. Потому что на одной площадке стоят Юнилевер, Мегафон, БМВ и, собственно, департамент социальной защиты. Соответственно, люди могут прийти, посмотреть, собственно, все новинки, связанные, так сказать, с техникой, электроникой, бытовой химии и заодно знакомиться с тем, что делает правительство Москвы для людей. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.